Учебному заведению пограничников 85 лет. Сколько офицеров удалось подготовить за это время? Каковы перспективы развития? И какую оценку дают академии зарубежные специалисты? Обо всём прямо сейчас. Академия по подготовке офицерских кадров для пограничных войск известна не только в Казахстане. Знают они и в странах Содружества независимых государств. Причиной тому многолетняя история учебного заведения. 85 лет назад училище погранвойск было основано в Харькове. Позже переведено в Ташкент. В годы войны был издан указ о передислокации училища в Алматы. Но несмотря на периодическую смену адресов и названий, задачи учебного заведения остались неизменными. Они заключаются в подготовке квалифицированных кадров, способных с честью нести непростую службу по охране государственной границы. Сегодня Академия полностью выполняет возложенные на неё задачи. И в дальнейшем в стране продолжится работа по обучению настоящих профессионалов. Офицеров, знающих своё дело. Мы уже можем сегодня сказать, что десятки тысяч офицеров за 85 лет были подготовлены в стенах нашей Академии. Из них 4 тысячи – это выпускники Академии в годы независимости Республики Казахстан. Около 300 выпускников Академии являются генералами. По всем бывшим нашим странам СНГ, около 50 выпускников Академии являются героями. Достойно этого высокого звания. Охрана государственной границы – одна из основных составляющих государственной безопасности. А подготовка квалифицированных кадров – задача Академии пограничной службы КНБ Республики Казахстан. Авторитет учебного заведения очень высок на постсоветском пространстве. Его отличают славные традиции. А выпускники Академии всегда были известны героизмом и профессионализмом. Не раз они проявляли боевое мужество и самоотверженность. Один из ярких примеров – служба по защите границ. Что касается нашей Академии сегодня, это современная учебно-материальная база. Это мощный и подготовленный профессорско-преподавательский состав. Надо отметить, что в этом году Академия прошла очередной экзамен, защитила сертификат Министерства образования и науки, получила высокую оценку и в ближайшие пять лет продолжит работу уже в рамках данного сертификата. Хотелось бы сказать, что выпускники Академии сегодня служат не только на дальних заставах, постах технического наблюдения, пунктах пропуска по периметру нашей страны, но также наши выпускники являются и работают в министерствах в других государственных органах, таких как Министерство внутренних дел, Министерство обороны нашей страны, Служба государственной охраны Республики Казахстан. 85 лет – немалый срок. Изначально школа по охране государственных границ – сегодня солидное учебное заведение, в котором готовят разносторонних квалифицированных специалистов, знания которых отвечают велению времени. Курсанты здесь постигают фундаментальные науки и получают знания по прикладным предметам. Кроме того, вместе с педагогами учебного заведения слушатели Академии погранслужбы изучают нормативно-правовые акты и предлагают свои поправки. В общем, в Академии созданы все условия для подготовки высококвалифицированных офицерских кадров. Хотелось бы отметить, что за годы независимости научный потенциал позволил нам сегодня обучать курсантов из других государств, таких как Исламская Республика Афганистан, Республика Кыргызстан, Республика Таджикистан. И с каждым годом квота у нас увеличивается, увеличивается количество людей, которые изъявляют желание обучаться в стенах нашей Академии. В честь юбилейной даты в учебном заведении прошло торжественное мероприятие. В нем приняли участие ветераны органов национальной безопасности, личный состав Академии и выпускники разных лет. Некоторые военнослужащие были награждены благодарственными письмами из рук директора пограничной службы. И для всех присутствующих прошел концерт, на котором свое мастерство показал военный оркестр. Пограничная Академия была создана в 1931 году в Харькове. Впоследствии во время войны меняла место дислокации несколько раз и была переведена в Алматы. В 85 лет срок, конечно, немалый. За это время были сформированы свои традиции. Существование Академии в нашей независимой стране – большая честь. И, конечно же, сохранить наработанное, приумножить задача и непростой труд действующего офицерского состава. Академия пограничной службы – единственное многопрофильное высшее учебное заведение по подготовке офицеров-пограничников в Центральной Азии. Здесь есть все возможности для обучения специалистов различных категорий. Сегодня в Академии внедрена современная трехступенчатая система обучения. По государственному стандарту здесь готовят бакалавров, магистров и докторов. История этого учебного заведения очень богата традициями. И эти традиции, они на сегодняшний день вновь возродились и продолжаются. Вот если сказать, что исполнилось 85 лет, а выпусков было 141 выпуск. Это значит, что иногда выпускали и по два выпуска в год. Особенно вот в годы войны были ускоренные курсы. Быть физически крепким – одно из главных требований к воину. Потому в Академии большое внимание уделяют физической подготовке курсантов. Безусловно, учащиеся получают знания и о вооружении, и о военной технике. Боевые навыки здесь совершенствуют постоянно. Материально-техническая база Академии соответствует всем требованиям. Действует большой спортивный комплекс, построенный специально для обучения курсантов. Также работает множество секций по различным видам спорта. Теория без практики мертва. А у нас много таких теоретиков. Вот я в назидание курсантам говорю, что первая ступень – это пограничная застава. Надо ее пройти. И ты тогда… А то половина курсантов сейчас мечтает попасть бы на КПП, попасть бы, значит, остаться бы в Алма-Ате, девкам хвосты крутить. Или в Астану. В советское время было поговорку про таких, что лучше в шапке по Арбату, чем по Пахе, по Тайге. Но в Советском Союзе соблюдали этот принцип. Потому что полковников и генералов не давали тем, кто служил в Москве. А сверху послужи в Чите и Забайкалье. Прошагай по тундре и по морозу. А потом уже там по Паху получил. Фундаментальные знания курсанты Академии имеют возможность получить благодаря высококвалифицированному профессорско-преподавательскому составу. Следует особо отметить, что две трети преподавателей имеют чины и звания. И без сомнений. Их жизненный и служебный опыт станет бесценным для слушателей. Благодаря мудрым наставникам и сам учебный процесс проходит увлекательней. В целом же Академия пограничной службы в любое время считалась престижным учебным заведением. Потому и к его курсантам отношение особенное. Я помню, когда мы с увольнения возвращались, любой таксист бесплатно остановится, нас подвезет. Что, опаздываешь курсант? Давай. В любом магазине, в любой автобус, везде. В кинотеатр. В театр мы тогда ходили, мы немного общались. И нам всегда, придешь курсант-пограничник, найдут всегда билетик к театру. Вот такая любовь была алматинцам, потому что пограничники это были, ну, как гордость города Алматы. Одно из самых уважаемых учебных заведений отметило 85-летний юбилей. И на протяжении всего этого времени Академия с честью выполняла возложенные на нее задачи. Подтверждением тому ее выпускники. Отважные, самоотверженные, благодаря которым мы твердо можем быть убеждены в неприступности казахстанских рубежей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова